Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сегодня рассказал о близких и далеких планах НАТО и о противостоянии с Россией. Именно наша страна для Альянса враг номер один. И все планы направлены на широкомасштабную экспансию на восток. Генсек сегодня официально объявил двери НАТО открыты для всех желающих, тех кто граничит с Россией. В первую очередь речь идет о Грузии и Украине. Относительно последней, правда в НАТО осторожен чуть с терминами, говорят, что страна сама должна решить. Но политологи сходятся в оценках. Так готовят почву и общественное мнение для грядущего торжественного приема под свое крыло новых участников. О голубых мечтах Альянса расскажет Виталий Втолкин. Идем на восток, ничего для нас не меняется, с какой скоростью еще не решили, но идем точно. Это, если вкратце, смысл сегодняшнего выступления генерального секретаря НАТО в Брюсселе. Пусть и не прямым текстом, но и между строк выступления господина Столтенберга читать не приходилось. Вот же, разве не понятно, о ком это он? Мы можем гарантировать. Это давно иностранные спецы обеспечили подготовку военных, поставки вооружений. Юго-Осетинский конфликт восьмого года взять, допустим, на Ацхинвал. Грузины шли экипированные целиком и полностью по западным стандартам. В общем, грузинскую территорию, как очередной свой антироссийский плацдарм Альянс, ну, по крайней мере, на словах, готов совсем скоро использовать. С Украиной дело ясное, что дело темное. Киев просится в НАТО давно, вот и на последнем сентябрьском саммите военного блока в Уэльсе просился, не взяли. Даже обещаний, в смысле, если да, то когда, не было. Но по общему настрою, в принципе, Альянс не против, а это важно, отмечают политологи. Включат Украину в НАТО. Единственная надежда, что старые стороны Европы, такие как Германия, Франция, наконец осознают свою ответственность и они воспрепятствуют тому, чтобы Украина, на территории которой ведется война, стала членом НАТО, поскольку это будет автоматически означать, что НАТО вступает в войну на Украине. Так же, как грузинам, помогать оружием украинской армии возможности нет. Извините, сказали сегодня, но президент Порошенко, судя по его интервью к германскому телеканалу АРД, спит и видит, как его людей, наконец, пропишут по этому брюссельскому адресу. Украинцы в любом случае будут искать союзников. НАТО единственная структура, которая может обеспечить безопасность государств. И мы не должны ни у кого просить разрешения. Пока, впрочем, Украине красный НАТОвский свет, зато всей Прибалтики зеленый. На том же саммите в сентябре НАТО договорилась о создании так называемой передовой группы быстрого реагирования. Как сообщили сегодня, она оформится уже в следующем году. Та самая передовая группа – это военные силы семи стран Североатлантического альянса. Великобритания, Дания, Норвегия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония. Суммарно, несколько тысяч солдат и офицеров наземных, воздушных, морских частей, а также спецподразделений. Их главная задача, как подчеркивалось, нахождение в полной боевой готовности и возможность в двухдневный срок развернуться во всю ширь вдоль российской границы. Официальная политика НАТО все эти годы, несмотря на протесты России, заключалась в том, что НАТО является открытым союзом, и никто не может диктовать права НАТО и права других стран на вступление в этот союз. Эта политика привела уже к двум войнам. Одна была в Грузии, вторая гражданская идет на Украине. Дополнительные пункты базирования в Украине и Грузии легко вписываются в, кстати, и не особо скрываемые планы НАТОвских стратегов обложить Россию чуть не по периметру. Москва, впрочем, видит всю эту тактику. В Минобороны гарантировали, если что, как принято в последнее время говорить, симметричный ответ будет подготовлен. Даже, господа иностранные генералы, не сомневайтесь. В конце концов, не мы первые начали. Виталий Втулкин, Елена Калинина, Антон Ефремов.